Приветствую друг! Сегодня нам предстоит добить финальные уровни, открыть все недостающие постройки, посмотреть что там будет дальше. И собственно наверное еще я покажу вам как я вот эти штуки добью до максимального уровня. Я надеюсь он будет пятым. Как раз здесь по 10х10 будет и думаю финалочку заценим. Но уже больно смотреть на то как фигуры перемещаются по столь быстрому конвейеру. И зато у нас здесь рассосались все заторы и можно будет вот этот, не только вот этот единственный вход свободный, который остался на использовать, Ну и здесь еще что-нибудь дополнительно подключить. Подрубим, наверное размножим производство и будем мутить какие-нибудь интересные схемы дополнительно. Опа! Взят 15 уровень, он нам добавляет вариант резчика, который позволяет резать фигуру на 4 части сразу. Ага, то есть все 4 деления мы можем получать. Он наверное нам поможет для чего-нибудь, для каких-нибудь очень сложных фигур, чтобы их клепать по-быстрому я думаю, да? Либо для разбора каких-нибудь страшных фигур, типа которые здесь на самой окраине гнездятся где-нибудь. Вот что-нибудь типа такого. Но мы смотрим что нам нужно дальше. Теперь, это наша валюта. Насколько я помню, да? 46 тысяч. А нам нужно вот такая вещь. А здесь она есть вообще? А здесь вообще ее нету. Как-то странно получилось. Ладно, это проблем не составит. Мне нужно только найти. Блин, в белых кругах вот эти штуки придется мутить. Но сюрикенчики, сюрикенчики у меня есть. Где-то здесь вот красные, да? Их по денемере, но у меня. Да, их уже слишком много. Половину сюрикенов я здесь возьму, перекрашу. Синие, белые круги я на фармлю. В этом труда не составит. В крайнем случае, белый цвет можно где-нибудь здесь еще подрезать половинку. Либо с нижнего взять. У меня их так уж много не надо. Я смогу замутить белые круги и сюрикена. И вот эту деталь, я, наверное, знаете... В принципе, можно нарезать круги и квадраты. Либо просто поискать ее по карте. Слушайте, таких деталей здесь полно. Вот такие есть. Вот такие. Можно просто прямо брать их отсюда и раскрашивать синий цвет. Пришлось поставить вторую ветку. Вот здесь это уже выкачивая все возможные цвета, чтобы белого цвета еще намутить не хватает. Так, белого цвета сильно. А все это нужно для того, чтобы вот здесь вот срыл круги. И надел себе белых кругов. Здесь, собственно, поставил сразу три ветки. Параллельно производят все три фигуры вот эти. Так, эти есть. И звездачи. Отсюда у меня сюрикенчиков много производится. Здесь, видите, две ветки. Потом половину ветки я отсюда отвел. Все равно здесь только здесь не надо. А ну сейчас я вторую ветку, наверное, запущу. И первая должна стабилизироваться. Потому что вот эту я очень долго выравнивал производством. И, конечно, добычу хотелось бы побольше поставить. Потому что, ну, очень мало. Две четыре единицы всего с одной клетки он добывает. Этого мне не нравится. Значит, я так понимаю, вот эта самая крупная фигура, она должна идти первой. Мы сейчас берем, ставим объединяшки. Где-то вот здесь вот были объединяшки. Такие нам сгодятся. Блин, опять сейчас перепутаю. Сто пудов в какую сторону их вести. Так, ладно, берем просто тупо копируем их. Потом разберемся. Так, за 800 всего. А та стоила 1100, по-моему. Ну, так и в виде красителя. И нам нужно еще умудриться вот так. Да, все верно, я поставил. Все верно. Так, ну вот так вставляем их. И, собственно, нам сейчас нужно подать, значит, вот эти формы и белые круги. Ну, по крайней мере, я так думаю, что это так должно работать. И давайте как подадим сюда вот эти формы. Здесь жалко не строиться сразу, когда ты перекресток делаешь. Вот как в Майндестри, да, здесь ставятся перекресток, когда ведешь анвейер. А здесь придется вручную еще и тыкать его. Вот это не очень приятно. Так, и смотрим, что, собственно, у нас получается. Опа! В первый раз такое. Смотрите, делается ровно то, что мне нужно. Теперь нам нужно вот эти вещи отвести вниз. И добавить к ним еще... А, я не так поставил здесь. К ним нужно добавить вот эти звездочки. Ну, ладно, я думаю, сильно страшно не будет, если я его так проведу. Так. Ага. И сейчас посмотрим вот эту, можно перевернуть или нет. Давайте возьмем ее, скопируем. А, не надо копировать-то полностью, а то я все время забываю. Эти нижние штуки, они как будто отдельно стоят. Ctrl-C, поворачиваем. Они, правда, вверх будут выводиться, но не страшно. Главное, что у меня, если совпадет все это дело как надо, то это будет просто замечательно. Так, дальше берем конвейера. Пошли. Ну что, собственно, вверх должна идти нижняя, соответственно, здесь нижняя должна идти вниз. Вот так, по-моему. Вот так. А, это уже сюда. Сейчас главное только вот так вот. Когда уже добавить боковой конвейер, чтобы можно было его вот так вот не заворачивать. Так, и смотрим, что у нас получается. У нас красота. Осталось теперь все это дело отвести на базу. Найти там отверстие, куда это можно запихнуть. Там вроде одно снизу было. Так. И давайте, не знаю, вот надо пойти снизу сюда, но здесь можно... Ой, на любую ветку это перенести. В чем... Ага, здесь нельзя, собственно, развлекаться вот так. Блин, ну что-то сложно, сложно получается. Ладно, сейчас я это протащу. Я раз уж по верху пошел, я на сверху там протащу и раскидаю уже, как это дело надо. Хотя, возможно, у нас... Давай так. Давай ты пойдешь... Опа, стопе, стопе, стоять, стоять. Я сейчас все разрушу себе. Нет. Нет, 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 нет. Я должен успеть отсечку сделать. Я потерял все. Фух. 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 Так, ну там какой-то трэш начал клепаться. Ну ладно, не страшно, у нас все равно там ничего не забьется. Я не туда ее назначил. Мне здесь нужны чисто звездочки, поэтому звездочки здесь оставляем. А вот эту штуку как-нибудь каким-нибудь макаром перекинем, куда мне нужно. Ну да, здесь интересно тем, что можно сделать вот так, например. Это по-быстрому. Ну давай, вставляйся. Перестроить. А вот эти ветки уже... Ой... Да, блин, как-то можно же было, я помню, разрулить. Чтобы он вот сюда входил. То есть это очень быстро должно вот так вот как-то переставляться. По крайней мере, раньше у меня получалось, что она вот так сгибается. Либо надо сначала вот эти прокинуть. Здесь, наверное, да, достроить дополнительную ветку. Да, во, вот так вот это работает. То есть снизу надо, снизу пошел, здесь пошел. И здесь загибулины ставим. Все. Запустили процесс. Теперь ждем, когда у нас 50 тысяч. Ну, идет довольно быстро, наверное, не знаю, через какое-то время. Для вас, наверное, секунду пролетит. И эта ветка будет у меня построена. Единственное, что ее можно полевее бы провести, чтобы было более симметрично. Вот, кстати, интересно. Если нажать Shift, нажать здесь, зажать, потом нужно отпустить левую кнопку мыши. Во, вот так вот это дело строится. И можно прямо быстро так это дело сюда подвести. Классно. Следующий уровень открыт. Прошло куча времени. Хотя разработчик говорил, что это не идол игра, но она требует много-много-много времени, чтобы просто ждать, пока на фарминге нужны тебе вещи. Разлокировал вариант покрасчика. Он обрабатывает две фигуры одновременно, потребляет только один краситель. То есть это чисто для экономии, да? То есть так много белого цвета тебе не понадобится. Будет как-то проще перестраивать все вот это. Вот это вот все, что вы видите. Как-то не комифа тем временем. Я подрубил тут производство вот таких вот штук и вот таких вот штук намутил. Ну, соответственно, вот эти тоже заполнились. И мы теперь улучшаем, проверим, будет ли пятый уровень улучшения максимальным. О, это уровень 6 получается. У нас, значит, скорость аж в полтора раза увеличит. При этом... При этом мне требуются те все штуки, которые я проделал. И их, я так понимаю, можно будет просто отрубить, чтобы они не занимали место или время. Либо переначать, переделать на что-то новое. И теперь нам нравится, нам требуется произвести вот такие вот логотипы игры. Ага, из двух вот таких фигур. То есть вот эта проблема не составит. А вот эту, ну, наверное, как-то будем мутить. Я ожидал, что дадут что-нибудь интересное. Какой-нибудь объединитель или разделитель новый. Но нам этого не дали. А дали нам только какой-то покрасчик. Так, подожди, а где он вообще есть-то? Вот такой вот покрасчик красит фигуры два входа. Почему-то Х2, вот как понять, эта скорость вместо двух у меня будет полтора. Но Х2, наверное, быстрее все-таки он будет. И его нужно как-то, как-то вот так-то еще замудриться примостить. Да, по какой-то схеме, блин, сейчас еще придется придумывать новую, которая более широкая, чем эта. И на вход подавать фигуры с двух... Ага, ну фигуру с двух проблем не составит. Вообще можно прямо вплотную вот здесь вот оставить их, выстраивать. И у нас появилось задание создать вот такие... Нет, даже тут таких нету. Вот такую вот ерундовину. Блин, ну, ребята, это не так-то просто. Я, честно, ожидал, что объединяшка будет новая какая-нибудь, либо разделяшка. Ну, какой у нас, кстати, уровень? У нас 17 уровень, и нам покрасчик... Во, на четыре входа покрасчик. Вот этот я ждал. Вот, блин, почему сейчас его не дать? Это просто... Разработчик издевается над создать, над игроками. Ну, ладно, что-то будем думать, наверное, вот с этой штукой. Сейчас я подумаю, как это... Ну, и, наверное, нам здесь как раз-таки понадобится вот этот покрасчик. Попробуем новый покрасчик замутить. Как же полезно иногда останавливаться и смотреть, что у меня есть. У меня же есть резчик аж на четыре позиции, так что с ним мы без труда сейчас раскидаем всю эту шнягу. Итак, мы ставим сюда резчик и смотрим, что он нам выдает. Мы, кстати, ни разу его не использовали. Будет полезно глянуть. Очень не хватает для производства этой штукой. Он, конечно, раскращик на четыре позиции, но ничего, мы с этим тоже делом совладаем. Как-то криво у меня получилось. Здесь, собственно, есть вот такие штуки, с которых можно сделать вот эту перекрестную звезду. Надо вот это дело отвести в сторону, чтобы оно не мешалось. Потому что здесь пойдет один раздваиватель, здесь пойдет второй. Вот так. С верхним вверху у нас... А, надо сюда, на всякий случай, вот эти поставить, чтобы проще было смотреть. Итак, вверху у нас идут вот такие штуковины. Мы сейчас берем... Верхняя у нас правильно идет. Нижнюю два раза поворачиваем. Так, так. Блин, подожди. А, ну вот эта еще не прошла. Так, и все. И теперь мы прямо вот здесь вот на месте соединяем. Смотрим. Так, где еще? Вот так. Тест пошел. Готово. Идет ровно то, что нам надо. Нам останется только все это дело потом в дальнейшем соединить и покрасить. Сейчас то же самое сделаем с квадратами. Я, наверное, вот так в наглую попробую скопировать. Вдруг получится, вдруг заработает так, как мне надо. Он выдает нам отлично прям те штуки, которые нужны. Теперь у нас очень классно вот эту штуку я надыбла. Я даже не думал, что буду ее целиком использовать. У нас есть круги, которые нужно по отдельности покрасить. Поэтому сейчас мы берем... Опять показываю, что там идет. Берем вот из этих кругов. Нам нужно составить. Например, для начала составим белую штуку, а потом красную. Вопрос, как это сделать. Если мы одну штуковину перевернем... А, ну да, давайте так. Давайте мы вот эту перевернем, например. Так, готово. И склепаем их вместе сразу же, прямо здесь. Кстати, объединяшка скорость 2, а у резчика 3. Неполадок, надо будет это дело подправить. Но это уже потом, когда я прокачаюсь. И у нас уже сразу идет готовая деталь, которую мы, наверное, прямо здесь делаем так. Мы раздваиваем и одну из деталей поворачиваем на 90 градусов. Ой, повернули ее на 90 градусов. Так, и смотрим. Это есть, зеленое это будет, такая белая и такая красная. Все, где-то звездачи здесь внизу у меня скопились уже. Я их тоже сюда подведу. Теперь все это дело надо раскрасить и в нужной последовательности нам склепать. Надеюсь, без проблем это дело получится. Часть с покраской почти готова. Я поставил здесь 5 покрасчиков и подвел все цвета вроде, которые нам нужны. Теперь нужно раскидать. Первым делом мы будем делать заднюю стенку, то есть это зеленые, назовем их квадраты. Все, пошло. Е-мое, я перепутал краску и форму. Опять все переделывать. Заработало. Кстати, если у вас ошибка выдает, то есть у вас не хочет что-то красить или работать, но при этом схема нормальная, берете просто, выделяете схему, вот так как я делал сейчас, у меня тоже не работало, нажимаете X, вырезать, и потом вставляете снова. Там все ходы обновляются, и все, что было забито у вас исчезает. Пользуйтесь. Так, и теперь самое главное нам осталось, самое простое, это поставить объединяшки, которые у нас где-то есть здесь. Не слабо я так на блюпринтах потратил все ресурсов, чтобы принострелиться от этой штуки. Ну, ничего страшного. Здесь у нас есть, значит, вот такая... Давайте подальше нам... Видишь, просто... Ой, да дофига. Главные ресурсы, правда, сейчас будут тратиться. Ну, ладно. Здесь нам нужно просто объединить зеленый и красный. Вопрос какой последовательности. Давайте мы сейчас это узнаем. Берем красный, берем зеленый, подводим, смотрим, что получается. Получается, ну, как раз то, что мне нужно, насколько я... Да? Да. Отлично. Теперь, пока это что... А, чтобы она не забилась, мы здесь поставим мусорку, иначе у нас это все производство станет, если стоит только в одном месте, чем это забиться. Ух, как она лихо, лихо прет. Теперь белый и красный. Белый у нас правый, красный все нормально. Берем опять ту же самую схему, на V нажимаем. Хорошо, что в памяти хранит последний чертеж. Ставим, собственно, вот сюда. Ага. Так. Теперь, если красные у нас были правые, то здесь красные будут левые. Ну, давайте рискнем и просто вот так тыкнем. Вдруг получилось как надо. М? В натуре? Ха-ха. И у нас зеленые остались. Звезды давайте сюда. Теперь звезды будут последние. Теперь нам нужно объединить вот эти две схемы. Давайте так же V нажмем. О, сейчас я сделаю вот так. Я ее влево разверну. Надеюсь, мне места хватит тут. Блин, как прям специально, да? Хватает мне места. Единственное, что вот эту надо чуть... Ну, хотя симметрично, чтобы было, надо было вот так. Поэтому я для красоты, я люблю красоту. Вот здесь поведу вот так. Здесь симметрично. И, конечно, этого никто не увидит. Ну, кроме вас, естественно, больше. И все равно будет красиво. У меня будет прям от сердца как отляжет, что здесь такая красота у меня стоит. Вот так ставим. Ставим. Теперь нужно как-то правильно соединить вот эти две фигуры, чтобы они совпали. Э, мусорка, мусорка, в общем-то, конвейером не убирается. Сделали бы лучше, чтобы убиралось. Мне было бы приятнее. Итак, две фигуры у нас идут. И в итоге мы получаем... Так. Крас, зеленая. Ну, все, блин. Прям вообще мне прет. Теперь это дело отводим наверх. Перекидываем через вот этот мост. И у нас осталось только здесь. Объединить все это вот сюда. Так, здесь по аналогии. По аналогии ставим так. Подводим. Значит, ну так же, как было. Одну фигуру сюда, вторую сюда. Но сейчас точно не получится, потому что не может пять раз подряд меня совпадать. И смотрим. Да, получается какая-то полная ерундовина. Поэтому нужно вот эти штуки менять местами. Давай, ты иди сюда. Ты иди давай сюда. Вот так. Ладно, не страшно. Иногда красиво можно сделать, иногда быстро. И, собственно, смо... Так, а здесь что? А, ну, собственно, смотрим, что у нас получается в итоге. В итоге получается красота, которая нам как раз-таки нужна. Я всю эту схему так мутил с новых ресурсов, с нуля. Ничего старого не использовал, старых схем. Ну, я имею ввиду ресурсы. Чисто для того, чтобы нам 120 тысяч... Видите, вот эту цифру? 120 тысяч нафармить. Теперь нужно нам определиться, где у нас находится база. Ой, окей. Ну, базу, в принципе, вот так вот можно подвести это дело. И посмотреть, с какой скоростью она у нас будет производиться. А, я так понимаю, полный конвейер у нас производиться не будет. Здесь уже такая дилемма, как подвести здесь две. У нас, кстати, конвейер 20. А если мы возьмем вот такой вот, он сколько? Он 40 дает. В принципе, его можно сюда воткнуть. Наверное, вот этот все-таки лучше, да? Прямо так втыкаем. И можно будет на него два конвейера подцепить. И скорость... В общем, они друг другу мешаться не будут. Вот такой вот уголок хороший у меня получился. Кстати, здесь тоже можно будет поставить. Потому что нам еще нужен слот не бесплатно, а свободно. Ну и скорость такая нормальная. Но не может же полный конвейер... У меня что, полный конвейер производится? Да ладно. Нет, смотрите-ка. Где-то здесь уже начинает просадка идти. Угу. Потому что у меня разделители и объединяшки работают с разной скоростью. Объединяшки два скорости, а у разделителя три. И вот здесь у меня, видите, немного стопорится это дело. Ладно, тогда просто ждем 120 тысяч. А пока... Ой, у меня даже тысячи сейчас не накопилось. А пока... Ух ты, у меня что-то прокачалось. Слушайте, накопились эти фиолетовые сюрикенчики. Отлично. Посмотрим, что у нас на следующем уровне. Нифига, я думаю, уже такой будет. Тут сюрикены... Тут немножко другая, да? Тут можно было бы подумать, что добавить одну фигуру, но не получится. Придется возвращаться к производству вот этих. И сюрикены с крюльшком просто тупо копировать на те же самые сюрикены с крюльшком. Это интересно. Я попробую изъять немножко. 100 тысяч надо. 170. И... Так, вот такие у нас еще не производится, такое чувство. Да? А должны бы, по идее... Странно. Я думал, я запускал такое производство. Сейчас я проверю. Нужно задумать вот эти вещи, задумать вот эти. И, наконец-таки, мутить вот эти штуки. Как-то они называются. Логотип. И вот эти штуки мутить. Они, наверное, дальше будут везде у нас использоваться. Что касается сюрикенов на белом кругу. Здесь их, смотрите, такое количество, что они не успевают даже прорабатываться в полной мере. Поэтому я с легкостью здесь беру. Отдваиваю линию. Иду сюда. И здесь, интересно, такая штука должна получиться. То есть я скопирую... Так, тихо. Я все, Alt, Ctrl код. Я скопирую вот эту схему. И поставлю ее... Ну, симметрию, чтобы было вот так. А здесь... Здесь, здесь вот так вот. Смотрите, прям мне нравится, как это выходит. Вот так раздваиваю ее. И саму на себя копирую. И смотрим, что получается в итоге. А в итоге получается... Ну-ка, 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 ну-ка. Не то, что надо. А, потому что сюрикен должен быть сзади, а на нем белый круг. Ладно, лишний случай был оптимизировать свое производство сиреневых сюрикенов. Добавил тут штуку. И вот эту штуку повторяем, которую я там изобразил. Производят теперь сиреневые сюрикены. И в центре их белые круги. И, собственно, ловим, ловим то, что у нас... То, что нам надо. И везем... А, вот это вот. И везем на базу. Чтобы тысячу лет не ждать, пока у меня вот эти штуки накопятся. Я сейчас попробую напрячь мозг и заделать вот такие фиговины. Я их закрепил на экране. Вот, кстати, классная функция. Чтобы смотреть, как она выглядит. Но у меня есть представление, как это делается. Я пробовал, знаете, что? Думал, что можно отдельно разделить всю вот эту фигуру на четыре части. Сделать маленькие квадратики. Там есть одна схема, когда крест-накрест делаешь, потом отрезаешь. Но не получается. Маленькие квадратики, если их отрезать отдельно от другой фигуры, они вновь становятся большими. Вот такое вот открытие, казалось бы, да? Поэтому я вот такую штуку здесь нашел. Здесь их немного. Но я надеюсь, мне хватит. У меня будет довольно-таки медленная схема. Поэтому первым делом мы ее разделим на квадратные круги. И отдельно из них еще будем потом собирать новые. В первой ветке мы, наверное, вот эту верхнюю часть попробуем замутить. То есть нам нужно будет белые круги потом покрасить. Поэтому я оставлю место здесь на покраску. Здесь я их разделю. Вниз, значит, пойдут... Их сначала нужно... А, блин, их повернуть надо сначала, чтобы потом нормально порезать. Поэтому здесь они так пойдут, да? Что там такое? Идет за затупка. Все, сейчас вместе с вами будем думать, как это сделать. То есть здесь надо порезать их. А то пока не будем трогать. Ладно. Здесь мы их порежем. Вот эта ветка пойдет на вторую круг. На нижнюю часть. Видите, здесь будет посложнее немножко. А верхний мы сейчас просто будем смотреть, какие они получаются. Мы сделаем здесь с верхних. Значит, нам нужно левый верхний... Как у нас сказать-то? Левый верхний четверть круг. Здесь надо повернуть два раза по часовой. И здесь один раз. И у нас сразу же они должны получаться. Проверяем. Готово. Сейчас я их объединяю. И верхний полукруг. Теперь нужно у квадратиков правую верхнюю часть отделить. Так, это им оставим. Здесь, значит... Здесь уходит, уходит. Здесь делим пополам. А, кстати, хорошо, что я заранее их развернул. Здесь правые. Я чисто для экономии их сейчас буду объединять здесь. Здесь нужно их повернуть по часовой, по-моему, да? И после этого можно спокойно объединять. Готово. Вот, смотрите. Сейчас я так понял. Но эти они белые будут, я их потом покрашу. Сейчас я их просто объединяю в одно. Вот и что получается. А получается то, что надо. У нас верхняя часть почти готова. После покраски у нас будет готова. Теперь немного сложнее. Нижнюю. Нижнюю нам нужно из квадратов. Блин, эти круги сейчас, наверное... О, вот тут удачно получается. Ничего же не будет мешаться. Здесь я прокину их вниз. А сюда у нас пойдут круги. Здесь, соответственно, из этих кругов мы... Нам нужно так, чтобы крест-накрест получилась фигура. То есть мы можем сделать вот эту белую часть. Белую часть сделать. Потом сделать левый край вот так, чтобы шла фигура. Да? Вот этот полупрямиугольник. Вот так я ее пересекал. Здесь будет общая часть. И если мы вверх потом отрежем, у нас вот это и вот это вот две останутся. Там надо будет поворачивать, правда. Вот с этим будет основная замута. Поэтому мы берем вот эту штуку. Мы ее надо развернуть нам. Поставить, чтобы она была слева. Не, не так. Нужен, то есть, другой поворотник. Так будет короче. Чтобы эта фигура уходила влево. Влево есть? Есть. Теперь из этих штук надо их разрезать опять-таки. Собрать из них, скажем так, песочные часы. Это левый есть. Вот этот надо на один раз повернуть. Так, да? Сейчас надо все это дело обновить, чтобы оно прошло и выдало мне. Готово. Теперь просто в наглую здесь объединяем. Проверяем. Есть. То, что надо. Теперь вот эти две вещи. Вот эта фигура у нас основная. Она должна у нас снизу идти. А как раз так и по... О, как классно у меня получается. Снизу она идет. И вроде как получаем. Сейчас нам нужно ее умудриться вот так порезать. Для этого ее нужно сначала повернуть против часовой. Порезать. И посмотреть, что выйдет. Ну, я надеюсь, у меня все... Да, задумка получается. Вот это просто выбрасываем. К сожалению, этот мусор уже никак использовать нельзя. А эту штуку мы поворачиваем по часовой стрелке. И у нас получается... Та-дам! Нижняя часть. Сейчас еще на всякий случай я проверю это дело объединяшкой. Здесь в одно соединю. Фу, фигура готова. Осталось только здесь подвести краску. Ну, а сейчас вы дайте мне время на то, чтобы я подумал, как эту схему покороче сделать. Как мне оптимизировать. Потому что я вижу, здесь кругов вроде как не хватает. И если это будет реально так в дальнейшем, то схема просто забьется в первый раз и не будет функционировать. Ну, пока у меня такого не было. Не знаю. Но защиты от забивки здесь быть не должно. Так, вот такая вот система у меня получилась. Смотрите, в чем ее красота. В том, что она, соответственно... А, кстати, давайте сейчас запустим ее сразу. Краску эту мы сейчас подводим. Вот здесь, наверное, затор будет в покраске. И вся эта штука... Нет, не перестала она работать. Вот, конечно же. Все, заработал. Уф, я так долго и делал. Сейчас прикол в том, что я могу ее вот так взять и вот сюда под саму себя покопировать. То есть очень компактно. Ну, как компактно? Даже самая громоздкая схема, да? Но очень компактно получилось. И мне остается только здесь вниз, значит, протянуть ветки с белыми красками и вот этими фигурами. Посмотреть, сколько надо. В принципе, здесь забивается. Поэтому можно с одной линии аж несколько этих запитать. У меня как раз там ресурсов мало. И протянуть ее на базу. А база у меня где-то недалеко вроде была. Ну, найду. А вот он, хап. В принципе, вот так можно по диагонали протянуть. Все уже застроено. И у нас будут эти штуки копиться. И посмотрим. Но они будут долго копиться, потому что производство здесь, смотрите, какое медленное. Но главное, они у нас производятся. Уху! Вы только посмотрите на эту скорость. Полностью заполненный конвейер. А все из-за того, что я вот здесь вот одну детальку случайно удалил, когда копировал. И вся эта штука у меня перестала тогда работать. Сейчас уже, видите, все забито полностью. Здесь полные конвейеры. Здесь все полное. Смотрите, как красота. А я ждался делаем, как дурак. Все потому, что вот здесь у меня какая-то забивка происходит. Видимо, как-то вот это не так работает, как ожидалось. По крайней мере, написано, что разделитель у меня вот этот работает со скоростью 40 предметов в секунду, а конвейер 20. По идее, 2, они должны в 1 разделяться. Возможно, здесь какой-то стопор есть. Но я вот эту проблему сейчас быстренько решу. Я просто ее поставлю сюда отдельно, потому что она важная. А вот этих ребят я объединю в 1. Пускай они там вместе как-то друг другом перебиваются. Мне это вообще не важно. Вот эта вещь, скоро я от нее избавлюсь. После того, как прокачаю здесь вот это все уйдет. И теперь у меня вот эта штука пошла с полной нормальной такой скоростью. Сейчас мы найдем ее. Так, что здесь как? Надо только посмотреть ситуацию по вот этой. Не можешь же он в плюс идти, да? Все, теперь скоро здесь нормализовалось. Скоро здесь все заторы рассосутся. По крайней мере, мы идем сейчас на максималки, полностью загруженный у нас конвейер. Ну, красота неописуема. И когда у меня вот это нужное количество здесь пройдет, 120 тысяч, я что-нибудь тут отрежу, наверное, первые ряды. И буду производить уже вот эти штуки, чтобы, ну, так будет проще, чтобы все это заново не строить. Наконец, 17 уровень пройден. И мне дали мой любимый, ну, как уже любимый, еще мне ни разу не пользуются, но прям по краске я уже вижу, как я буду мутить всем всякие ништяки. Ну, классно, классная картинка, очень здесь сделана. Собственно, по краске есть, что там на базе. Ага, 250 тысяч, так и висят. По-моему, это столько и было. Вот этих штуковин. А мне, кстати, 150 нужно будет отдать только за прокачку конвейеров. Конвейеров в эту игру можно на пару дней просто оставить. И, я так понимаю, это будет финальный уровень. Тем временем, чтобы вот такие звезды мне сделать, я здесь себе уже придумал. Я просто сейчас вот эту вещь отрубаю, нижние две. И вот эти круги, да, так, а что она у меня скрылась-то? Надо ее прикрепить. Вот эти круги вот с этими звездачами объединю. То есть, как это будет? То есть, вот у меня круги здесь идут, вместо того, чтобы их туда выводить, всех. Что-то безобразие я сношу. Мне будет не нужно. Единственное, что там производство здесь надо отсечь, поставить. Вот такие вещи, чтобы у меня не забивалось, ничего не стопорилось. И вот эту штуку введем сюда. По красоте делаем, ставим. Ставим, наверное, так же наверх, как он здесь и стоял. Дотягивается, слушайте. И практически без отрыва от производства у меня начинают производиться те штуки, которые мне нужны для того, чтобы прокачать вот эти. Эти я возьму здесь. Кстати, еще будет, наверное, две штуки, которые надо будет сделать. Но это туда не составит. Первый у меня, потому что полный арсенал, насколько я понимаю. И остается посмотреть, что будет после прохождения 18 уровня. Если там останутся такие же фигуры, значит игра пройдена. Услышал в фоне, что у меня завершился уровень. Хорошо, хоть не пропустил. Сразу запустил программку, чтобы все это дело записать. Разбракил режим свободной игры только сейчас. Это я 250 вот таких вот штук накопил. И теперь, смотрите, у меня здесь все прокачано, ребята. Можно дальше продолжать улучшать конвейеры, вот эти туннели. Давайте пахнем их. Ух ты, максимальная скорость сразу? А, то есть пора их пахнуть. И у меня будет все на максимуме. Это, в общем-то, предел. Дальше будут, я так понимаю, нам давать задания на производство всяких вот таких вот страшных схем. Можно, думаю, замутить что-нибудь универсальное, подвести все все четыре вида шейпов этих форм и шесть, а, ну, собственно, пять красок, да, шестая серая автоматически стоит. И уже мутить такие вещи. Я ожидал, что мне дадут объединитель на четыре клетки, чтобы четыре разные сразу объединять. Но что-то его не дали. Есть только вот такой резчик на четыре и покрасчик где-то. Вот. Поэтому игра, может быть, пройдена, но она пройдена. Ждем. В сентябре, я надеюсь, выйдет уже новое дополнение, где добавят логику. Там самое главное, что меня интересует, это будет фильтр стоять. Ну и, помимо всего прочего, будет дополнительный слой, где можно будет мутить собственные логические схемы и делать тоже вот такие вот еще большие безобразия, чем вот здесь нарисованы. Ну, а это тоже можно замутить уже текущими средствами. Поэтому ждем дополнения. Игра очень классная, очень интересно в ней залипать. Но именно когда ты оптимизируешь и строишь, когда ты уже все изучил, уже, знаете ли, не так интересно. И ждать вот эти пока накопятся тоже такое себе. Поэтому, ребята, всем спасибо, кто смотрел. Ждите от меня новых игр. Сами играйте и советуйте мне тоже. и общайтесь в чате Дискорда. А это у меня все. Счастливенько. Пока.